Открытый вид на реку, тихий парк рядом, делает этот участок земли в Краснодаре лакомым куском для застройщиков жилой недвижимости. Несмотря на то, что места немного, а вокруг уже стоят 20-ти этажки, арендатор площадки намерен возвести еще один дом. Жители улицы Кубанской такое соседство не радует. Здесь и так проживают больше 4 тысяч человек. Но нет ни детского сада, ни комфортных зон отдыха. Активисты обратились к главе региона не допустить строительства бетонной свечки. От имени тысяч людей на прием граждан губернатору пришла Жанна Скубак. Данная земля планируется для постройки многоквартирного дома. И здесь мы уже, конечно, стали бить тревогу, мы стали интересоваться, как вообще можно облагородить эту территорию, что можно сделать для того, чтобы вот в этом кольце жители, выходя смотря в окно, видели хорошую детскую площадку, какую-то зеленую территорию. Ну, облагоустроенную территорию, на которую приятно смотреть. Главе региона девушка показывает на схеме плотность застройки во дворе. Венимин Кондратьев согласен. Еще один дом здесь выглядит лишним. Лучше на участке сделать общественные пространства или поставить социальные объекты. Там сегодня можно строить высотку, либо нет. Либо нет. Вот мы что-то уловили. Нельзя. Нельзя строить. Вот град документации строить нельзя. Потому что там три разные территориальные зоны. Позиция мэра ясна. Мною максимально поддерживается для того, чтобы людям было комфортно жить уже там, где они сегодня живут. И плотность застройки должна быть соразмерная с комфортом жизни людей. Соразмерная. И исходить мы будем из принципа комфорта. Зеленые зоны, детский сад, школа, поликлиника. Евгений Алексеевич, здесь вопрос разрешается сам собой. Вступайте в переговоры с этим застройщиком, чтобы не вводить его в убытки. Потому что если он купил в надежде, но у меня совесть чиста и у вас. Если все-таки правила землепользования застройки не позволяли ему строить здесь высотки. Вот если они ему не позволяли, то мы, коллеги, мы не обижаем здесь строителей, застройщиков, инвесторов. Как, чем мы можем компенсировать, как мы с ним можем договориться, чтобы потом вот эту территорию максимально отдать под благоустройство, либо иные социальные нужны, но тех людей, которые там проживают. Чаще всего жители региона жалуются на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых населенных пунктах износ сетей достигает 70%. Например, в станице Медведовской местные жители, можно сказать, попали в ловушку. Крупное предприятие, которое за счет собственных ресурсов обеспечивало людей теплом, оказалось в сложном экономическом положении. Что делать дальше, не ясно. Несколько лет на территории Медведовского сельского поселения прекратил свою действенность Медведовский мясокомбинат. На его территории находится котельная, которая обслуживает более 20 многоквартирных жилых домов и детский сад. И хотелось бы попросить помощи по поводу строительства данной котельной на территории нашего поселения. Бытовые условия людей не должны зависеть от какой-либо внешней конъюнктуры, обратил внимание главы Тимошевского района губернатор. Конечно, в станице необходимо собственная новая котельная. Также до конца года начнут строительство полуторакилометрового участка теплотрассы. Мы просили бы вашей поддержки в работе нашей с Минтеком Краснодарского края, в диалоге с Межрегионгазом. Потому что мы вступили в диалог, нам было предложено найти лимиты. Мы свои лимиты, Вениамин Иванович, с наших котельных нашли, ну 72 куба, а нужно 600. И тогда мы к 2020 году с новой котельной, с новой теплотрассой... Если я правильно понял, что эту зиму мы перезимуем в рамках существующей котельной, которая принадлежит сегодня Медлёдовскому мясокомбинату. А кто сегодня собственником-то стал? Контакт с собственником есть сегодня, установленный? Так точно, Вениамин Иванович, есть. Он конструктивный, он способствует тому, чтобы ситуацию максимально они чувствовали, понимали, в том числе и социальную ответственность перед жителями того района, в первую очередь, где они будут заниматься бизнесом. Потому что мы с уважением относимся к любым инвестициями, к инвесторам. Обременять их жилищно-бытовыми проблемами нашими не совсем правильно, потому что бизнес должен заниматься бизнесом. А жилищно-бытовые проблемы жители мы должны решать. После приёма граждан у губернатора сразу решилась и проблема жителей посёлка Красный Октябрь. Там давно не ремонтировался фельдшерско-акушерский пункт. Теперь вместо него появится современный офис врача общей практики. А в станице Степной Приморско-Ахтарского района люди просят восстановить местный дом культуры. Он буквально разрушается на глазах, рассказывает Наталья Вихрева. Здание построено в 1977 году, но в последнее время за ним никто не ухаживал. Такое его сегодняшнее состояние, реально. Есть уже проект каких-либо работ. Были приглашены специалисты, которые дали предварительное заключение экспертизы о том, что не видят целесообразности капитального ремонта этого здания по причине его ветхости. Идея построить новое хороша, но зачем ещё? У муниципалитета есть деньги? У муниципалитета денег нет. Построить новое, взять вот так, это для бюджета Крыбова непредвиденные расходы. Мы не можем допускать непредвиденные расходы, потому что мы туда не хозяева. Поэтому сегодня, сегодня надо посчитать, сколько обойдётся нам строительство нового клуба, только реально под ключ. И сколько нам обойдётся реконструкция или капитальный ремонт сегодняшнего клуба, и тоже под ключ. Только это же сделать профессионалы, должно быть две сметы. Мы ситуацию проинализировали. Я думаю, через месяц глава района будет в курсе, Максим Владимирович с вами свяжется. И обозначит путь, по какому мы пойдём. Но какой-то один из двух путей будет. Все озвученные сегодня на приёме граждан вопросы сразу занесли в протокол. Это значит, что теперь каждый из них будет тщательно контролироваться, пока проблема не решится. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Артём Тумарь, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует... Продолжение следует...